Самбо как вид спорта разработан в Советском Союзе еще до Великой Отечественной войны. Самооборона без оружия выбрала в себя все лучшее, что накоплено в национальных видах борьбы. И сейчас борцы самбо тренируются более чем в 70 странах мира. Занимаются этим видом спорта и в Славянском районе. В ноябре будущего года самбо отметит 80-летие со дня своего появления. Самбо живет и развивается. В центре спортивной подготовки «Олимпиец» прошли показательные выступления юных спортсменов. Самбо требует физической силы, гибкости, выносливости, отточенности приемов. И все это продемонстрировали спортсмены. Анастасия Самоленко занимается самбо уже не первый год. Добивалась хороших результатов и уверена, что при желании и упорстве можно достичь всего. Я занимаюсь самбо 7 лет. Я узнала много приемов и могу развиваться дальше, быть новым победителем. Самбо не нуждается в особой рекламе. Об этом говорит его популярность среди молодежи. Самбо – это вид единоборства, наш исконно русский вид, который в себе собрал все лучшее от разных единоборств и позволяет добиться огромных результатов в рамках самообороны. Демонстрационные выступления завершились. За легкостью, с какой действовали спортсмены, упорные тренировки. Спортивные вершины покоряются только самым усердным. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа События.